доброе утро на этой неделе у нас тема посвящена динамическому размещению объектов на работе с памятью и указателем и начнем мы такой идеи предложим нам в нашей задачи хочется сделать структуру данных типа дерева и предложим даже бинарное дерево как мы могли бы попробовать это сделать ну для начала как бы мы описали такой тип данных в языке хаскель к примеру мы бы написали что такое ну а а у 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 что-то примерно такое например и здесь мы можем видеть что эта структура данных на самом деле является рекурсивный то есть везде кроме листьев у нас на самом деле нужно каким-то образом ссылаться на ту же самую точнее владеть объектом того же самого типа но хаскель нас сейчас не очень интересует как бы мы могли это сделать c++ но мы уже умеем делать классы может быть у нас так получилось это сделать но нет мы не можем объявить поле класса того же типа что и сам класс почему ну представьте как бы это могло выглядеть с точки зрения создания такого объекта мы создаем объект node а у него есть два поля того же самого типа то есть мы опять переходим в процедуру создания объекта node ну и так далее до бесконечности это нам не подойдет далее как могла бы размещаться в память такая структура внутри этой структуры надо выделить память под два объекта того же самого типа и опять у нас получается бесконечная рекурсия мы не можем выделить какое-то ограниченное количество памяти под этот объект какой подход нам не подходит мы кроме того в дереве у нас могут быть потомки а могут может не быть потомок здесь же у нас всегда есть эти два поля соответственно у них есть потомки и так далее то есть идею мы не можем выразить такую идею что у нас какая-то ветка может иметь место быть какая-то нет можно вспомнить конечно что мы уже имели дело с типом который представлял идею значения либо есть либо его нет стд-опшен но к сожалению нам не поможет поскольку внутри он все равно хранит в себе объект заданного типа то есть у нас но получается проблема вот с размещением то же самое бесконечной рекурсии в этом месте нам такое не подходит хорошо мы в прошлый раз имели дело со ссылками могут ли они нам тут помочь ссылки от не объект то здесь у нас не будет проблем с выделением памяти по крайней мере возникает вопрос где же будут размещаться настоящие объекты типа ноут на которые мы будем просто ссылаться но предположим мы каким-то образом этот вопрос решили может быть у нас есть это массив куда мы динамические куда мы добавляем по мере необходимости новые и новые объекты ноут просто запоминаем на них ссылки и все да такое теоретически может работать но как вы надеюсь помните при создании вот такого объекта ноут нам нужно про инициализировать оба его поля потому что ссылку надо про инициализировать сразу же как только ее время жизни начинается то есть когда мы создаем какой-то узел нашего дерева его потомки уже должны существовать и нам здесь никак не выразить идею что у кого-то узла может не быть например левой ветви или обеих ветвей ссылки нам этого не позволяют и когда мы говорили про ссылки это было в принципе преимуществом что когда у нас есть ссылка мы и если вся остальная программа наша корректно мы всегда знаем что эта ссылка указывает на какой-то объект реально существующий но здесь нам нужно другое свойство и таким образом мы подходим к другому понятию которое c++ унаследовал еще от языка c который называется указатель который нам позволит решить эту задачу но сначала скажем несколько слов про некоторые аспекты работы с памятью языке c++ стандартный языка нам практически ничего не говорит о том что такое память как она организована то есть это он нас защищает от этого абстракциями у нас физическая память может быть довольно сложно организована с несколькими уровнями кэша операционная система нам представляет виртуальную память но мы от этого всего изолированным стандартам языка и можем про это не думать хотя конечно когда речь заходит о вопросах производительности нам приходится про это все-таки думать какие же понятия в модели языка все таки есть у нас есть объекты и есть понятие их размещения есть понятие адреса объекта это нечто что идентифицирует место расположения объекта хотя как вот организовано это расположение мы не знаем у нас есть понятие объектного представления то есть фактически того как должна быть должна выглядеть цепочка байт который размещен наш объект у нас есть понятие массивов про которые мы еще особо не говорили и про которые мы сейчас поговорим и у нас есть понятие под объектов про которые мы вкратце уже начинали говорить так вот что такое под объекта объект может иметь под объекты например поля класса сейчас наш объект имеет сложный тип класса то поля этого класса являются под объектами нашего объекта и И их объектное представление находится где-то внутри объектного представления нашего объекта. То же самое с объектами базовых классов в классе наследники. Тоже их объектное представление находится где-то внутри объектного представления объекта нашего класса. И элементы массива тоже являются под объектами. есть понятие вложенных объектов и обычно мы говорим что под объект является вложенным в объект для которого он является под объектом но также бывает что какой-то объект представляет размещения для другого объекта но мы пока про это не будем говорить ну и естественно вот это отношение оно может быть транзитивным то есть у нас может быть объекта вложен в б а б вложен в c тогда а считается вложенным в c и стандарт языка нам гарантирует что в корректной реализации если один объект не является вложенным в другой и наоборот то в интервале пересечения временных жизни то есть когда они оба существуют в момент времени их адреса не могут совпадать у этого правила есть конечно же исключения на которые мы посмотрим чуть позже когда будем говорить более подробно про наследование о п и тому подобное но понятно что единственное исключение которое возможно это когда какой-то из этих объектов имеет нулевой размер пока мы говорили что объект не может иметь нулевой размер и размер любого объекта должен быть не меньше единицы но мы еще увидим исключение из этого правила когда все таки такого может не оказаться но перейдем к массивом массив это агрегат фиксированного количества элементов и объявляется он например вот так то есть мы указываем тип все элементы массива имеют один тип указываем имя и в квадратных скобках указываем количество элементов это будет объект с автоматическим размещением язык позаботиться о том что у нас вот здесь окажется 10 объектов типа int что важно элементы массива располагаются в памяти друг за другом без каких-то пропусков между ними это может быть важно когда мы например их начинаем копировать блоки памяти или еще что такое это нам язык гарантирует и время жизни всех элементов массива начинается одновременно с временем жизни самого массива и если у массива есть какая-то инициализация то можно считать что все его элементы и инициализируются в один момент может ли быть у массива инициализация да может быть но можно записать например вот так ну и так далее я не буду сидеть элементов здесь писать при определенных условиях у вас может оказаться массив с нулевым размером однако в таком синдекс если вы не можете этого сделать вот здесь мы создаем массив из 10 элементов а из 0 элементов хотя на самом деле даже так можно это сделать в этом нет большого смысла но это возможно еще можно чтобы количество элементов было определено не не явно из инициализации массива можно записать вот так но тогда массива должна быть обязательно инициализация можем написать вот так и у нас получится массив из трех элементов что важно мы не можем менять массив как целое то есть мы не можем сюда присвоить какой-то новый массив у нас будет ошибка ну и тем более поменять его размер массив создается единожды однако его элементы мы менять можем доступ к элементу массива осуществляется по индексу через оператор квадратные скобки и мы можем менять элементы можем их считывать то есть нумерация элементов начинается с нуля то есть массив никогда не может быть левым оперантом оператора присваивания не путать с инициализацией то есть вот здесь символ равно это не оператор присваивание эта часть синтаксис и инициализация а вот на левым оперантом оператора присваивания массив не может быть никогда что еще возможно здесь мы видим определенную связь между массивами элементов типа чаров и строками строковый литерал здесь может рассматриваться как массив типа чар и он здесь инициализирует наш массив стр это не значит что у нас имя стр начинает ссылаться на наш строковый литерал нет содержимое литерал будет скопировано в наш массив и на самом деле строки в языке си и как они были унаследованы в язык си плюс плюс они являются просто массивами элементов типа чар чтобы определить когда же кончаются у нас строка все эти строки имеют последний элемент равный нулю хотя явно мы нулевые символы в строковых литералов их не указываем но они есть как это можно как в этом можно убедиться мы можем запросить размер нашего массива если будет равен 14 ну если вы посчитаете то здесь у нас 13 символов этом строковом литерале и 14 является как раз тот самый нулевой все правильно а чему будет равен размер массива другого типа например массива целых чисел так вот он равен на самом деле общему размеру массива в памяти то есть здесь у нас три элемента размер каждого элемента на той архитектурной который я запускаю 4 соответственно получается 12 узнать количество элементов можно довольно легко вот таким образом для любого массива произвольно даже если вы не знаете что за тип у его элементов такое тоже может иногда быть когда вы начнете использовать шаблоны ну или просто так вам может быть более удобно написать можно вопрос гарантируется ли нам что объектов одного типа всегда один размер да не может быть ситуации когда у разных объектов одного и того же типа разное объектное представление а размер связан с объектным представлением массив векторов ну давайте не будем говорить про вектором до них мы еще дойдем раз уж такой вопрос возник массивы могут быть многомерными давайте сделаем двумерным массив посмотрим какой у него будет размер кстати а как его инициализировать ну в общем то точно так же так большое слишком массив сделал не хочу я столько писать делаем чуть попроще вот так размер у него равен 24 то есть на самом деле все его элементы да все правильно 2 на 3 на 4 это будет 24 все его элементы лежат в одной области памяти почему равен размер первого элемента он равен 12 опять же то есть язык здесь понимает что мы имеем сделать дело именно с массивом и корректно считает нам его размер ну естественно здесь будет чуточку сложнее получить количество элементов типа int в таком двумерном массиве ну нам получим придется получать например вот такой размер и тогда если мы общий размер поделим то мы получим то что надо 6 все правильно здесь язык на самом деле понимает с какой структур данных вы работаете и все делается корректно однако работать с такими многомерными массивами не очень удобно почему ну их нельзя присваивать как минимум то есть вам придется предпринимать определенные ухищрения чтобы их куда-то передавать и главное принимать откуда то то есть еще одно ограничение массива то что он не может быть возвращаемым типом из функции то есть нельзя написать функцию который тип возвращаемого значения это массив как можно передать массив функцию ну на самом деле мы можем объявить ссылку на массив как это будет выглядеть это будет выглядеть например вот так а 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 и а и pop скобочки, они обязательно. Если вы их опустите, у вас получится другое. Ну, такие особенности просто синтаксического анализа языка, его грамматики. То есть массивы вроде как можно передавать в качестве аргументов функции по ссылкам, но возвращать нельзя. Поэтому вообще с массивами, как с отдельными объектами, работать не очень удобно. И если у вас есть какая-то задача про линейную алгебру, где есть всякие матрасы и прочее, ну, представлять их в виде вот таких вот многомерных массивов будет не очень удобно. И лучше будет подумать о каком-то другом представлении. Итак, мы увидели, как передать массив функцию по ссылке. А что будет, если мы передадим его как бы по значению? Вот так вот. Будет ли у нас все хорошо? Так, он у нас массив из пяти элементов типа int, значит, его размер должен быть 20. Ну, нам, на самом деле, умный компилятор уже выдал предупреждение, но мы видим, что он скомпилировал программу, и теперь у нас выводится 8. И тут мы сталкиваемся с интересным нюансом, унаследованным из языка C, что когда вы вот так вот описываете аргумент функции, то на самом деле компилятор это все упрощает до указателя. здесь на самом деле в процессе компиляции случится вот такое преобразование. Ну, и про указатели мы будем говорить уже очень скоро сегодня. И здесь у вас размер А, это размер указателя, а вовсе не размер вашего массива. То есть вы потеряли здесь информацию о количестве элементов напрочь потеряли. И несколько лет назад, помнится, в интернетах ходило, как всегда, колоритное письмо Линуса Торвальдса про вот как раз похожую ошибку в ядре Линукса. Оно написано на C, то есть там такая же проблема может быть. Ну, и кто-то просто, был кусок небольшой кода, ну, условно говоря, такого. Кто-то решил его выделить в функцию, сделал чисто механически, получил вот такую функцию и все перестало работать корректно. Но тогда Линус Торвальдс очень много различных слов сказал про этого человека. И это даже в новостях каких-то около программистских обсуждалось. Тут можно, в общем-то, не писать даже число, оно все равно ничего не значит. Результат будет один. Это еще одна проблема с массивами. То есть их по значению в качестве аргумента функции вообще не передать. Ну, и никак не вернуть из функции, как мы уже говорили. В общем, с массивами не так-то удобно работать, вот как с такими полноценными объектами. Но для некоторых вещей они полезны. Когда вам нужно просто объявить кусок памяти, цепочку объектов одного типа, можно вполне для этого использовать массив. И если вы смиритесь с тем, что копирование такого массива будет состоять из копирования значений каждого элемента, то это нормально. Нормально. Вы можете, например, объявить класс в нем массив, а затем определить операцию копирования для этого класса самостоятельно. И тогда вы сможете передавать массивы в качестве, например, аргументов функции по значению. Ну, они будут обернуты в ваш класс, понятное дело. То есть так уже будет все честно. Если вы сделаете корректные работающие операции копирования для вашего класса, то все будет хорошо, и можно уже будет возвращать из функции. Точно так же. Но вот как самостоятельный тип массив, он такой, немножко неуклюжий. И мы уже начали немножко говорить про указатели. Ну, давайте разберемся, что же это такое. Немножко отвлечемся от массивов. Указатели – это еще один составной тип. То есть мы видели, что ссылки являются производным типом от другого типа. Указатели – тоже производный тип. И выглядят указатели, например, вот так. Или, может быть, чуть посложнее. Вот так. А что такое указатели? Подробности реализации указателей – это, опять же, подробность реализации языка. То есть стандарт – это явно не оговаривает. Он оговаривает только некоторые свойства указателя. Это абстракция над адресом в памяти. Понятно, что данные нашей программы лежат в памяти, которая выделяется и операционной системой. Там есть какие-то страницы, например, этой памяти. Или еще какие-то блоки. И любое место в этой памяти можно как-то идентифицировать по ее адресу. Однако вот эта связь указателей и адресов в памяти, она стандартам не оговорена. И здесь возможно, ну, это подробность реализации. То есть мы, строго говоря, не можем рассчитывать, что вот значение указателя – это будет адрес в памяти, которым, например, операционная система оперирует. Конечно же, на самом деле они будут как-то связаны, но стандарт нас от этого изолирует своими абстракциями. И, в принципе, обычно про это не нужно думать. хотя, конечно же, на обычных архитектурах, с которыми вы чаще всего можете столкнуться, там будет связь достаточно прямая. Размеры указателя. Опять же, это подробность стерилизации. Но на многих архитектурах, опять же, на самых типичных типа x86, x86, x64, размер указателя совпадает с размером машинного слова. То есть на 64-битной архитектуре это будет 8 байт. Но это необязательно верно для всех архитектур. Какое значение может быть у указателя? У указателя может быть несколько вариантов значений. То есть это может быть указатель на какой-то существующий объект или функцию. В отличие от ссылок у нас может быть указатель на функцию. Это может быть указатель на после объекта. И вот тут нам пригодится понятие массивов, про которые мы только что говорили. Представьте массив из двух элементов. Вот у нас мы можем рассуждать о первом элементе и рассуждать о том, что может быть указатель на следующий элемент. Так вот, с точки зрения модели языка, каждый независимый объект, который не является элементом массива, он с точки точки зрения вот этого понятия, связанного с указателями, он рассматривается как массив из одного элемента. И допустимо говорить про указатель на как будто бы следующий элемент, которого на самом деле нет. Зачем это нужно, мы увидим, когда дойдем до арифметики указателя. То есть это все еще корректное значение указателя, но с ним уже возможно меньше допустимых операций. Еще значением указателя может быть нулевой указатель или нулевое значение указателя. Оно означает отсутствие объекта, на который указывает этот указатель. Опять же, для ссылок такого не было. Для указателя у нас появляется возможность сказать, что указатель ни на что не указывает. И по-прежнему с ним дальше продолжать работать, что важно. Еще может быть значение указателя неопределено. Когда, например, больше нет объекта, на который он раньше указывал. Время жизни этого объекта закончилось. И хотя указатель все еще корректен, но с ним уже практически ничего нельзя делать. И вот тут мы подходим к фундаментальному различию между указателями и ссылками. Указатель – это объект сам по себе. То есть вот здесь вот А – это имя какого-то объекта, расположенного в памяти. Если бы это была ссылка, то мы бы ничего не могли сказать о том, как устроена эта ссылка. Расположена она в памяти или нет. Стандарт ничего про это не говорит. И у ссылок нет просто такого понятия. У указателей есть. То есть указатель указывает на объект, но сам по себе тоже является объектом. И с ним возможны любые манипуляции, как и с другими объектами. То есть вы можете менять значение указателя. Он указывал на один объект, потом будет указывать на другой объект. Это нормально. То, чего нельзя было делать со ссылками. Добавим здесь еще указатель на функцию, например. Он будет выглядеть немножко страшненько. Но вот это указатель на функцию, имеющую тип возвращаемого значения void и принимающую один аргумент типа int. А как, собственно, получить значение указателя? У нас есть какой-то объект. Мы хотим создать указатель, который указывает на этот объект. У нас есть оператор получения взятия адреса. Ну и тут уже начинается смешание таких понятий указателей и адрес. Хотя, срок говоря, от адресов мы изолированы моделью языка. Но не суть важна. Оператор ampersand в тех местах, где это оператор. То есть здесь это выражение. Поэтому ampersand здесь является оператором, а не ссылкой, как было бы в описании типа. Это оператор взятия адреса. Теперь этот указатель будет указывать на наш объект а с функциями все еще проще. У нас функции неявно приводятся к указателю на них. То есть можно записать с ampersand, но это не важно. Можно его опустить и просто присвоить имя функции. И тоже у нас запишется значение указателя на эту функцию. То же самое с массивами. Тоже у нас здесь был массив из пяти элементов. А мы написали вот так. Массив неявно приводится к указателю на его первый элемент. То есть такая запись эквивалентна вот такой записи. Ну и это вот как раз связано с тем, что мы наблюдали, когда пытались передать массив как аргумент функции. То есть в прототипе функции тип аргумента превращается на самом деле в указатель. Ну и потом можно в эту функцию передавать массив. И там будет неявное приведение от типа массива к типу указателя. Хорошо. Мы умеем получать значение указателя на объект. А как с ним что-то еще сделать интересное? У нас есть другой оператор, оператор разыминования, который нам позволяет получить исходный объект. И мы можем туда записать какое-то новое значение, промодифицировав тот самый объект, на который у нас указатель указывает. Давайте предположим, у нас был здесь такой массив. Мы туда записали новое значение в первый элемент. Ну и, естественно, вот эта вот конструкция, она эквивалентна, как будто бы мы сослались на соответствующий объект. То есть тут, возможно, любые другие операции. Это все будет происходить с тем самым объектом, на который указатель указывает, когда мы его разыминовали. А если мы не разыминовываем, а просто манипулируем самим, самой переменной указателем, то мы меняем сам указатель. Можем здесь переуказать его на другой объект. То есть в отличие от ссылок у нас будут операции над объектом, на который указатель указывает, и будут операции над самим указателем. Указатель – это полноценный объект, полноценный тип для объектов. Ну и, естественно, он имеет размер. Но, как я уже говорил, это является подробностью конкретной реализации. Но вот на многих популярных 64-битных артистиктурах он будет равен 8. А вот вернемся к указательному функции. Вот мы так описали этот указатель. А теперь хотим вызвать эту функцию. Можем это сделать? Можем это сделать, опять же, через операцию разименовывания указателя. Вот так. Выглядит немножко коряво, но почему бы и нет. Но для указателя на функцию работает также сокращенная форма записи. Вот так. Как будто бы это было имя функции. Вот. Кстати, говоря про массивы, надо еще сказать, что не может быть массивов функций и массивов ссылок. Но может быть массив указателя на функции. Значение указателя с конкретным объектом не связано. Но когда мы заполняем указатель адресом код другого объекта, то начинаются вопросы взаимодействия между указателем и объектом. Потому что объект живет своей жизнью. Так вот. Значение такого указателя является определенным и с ним возможны все операции с указателями только пока идет время жизни его объекта, на который он указывает. Как только время жизни этого объекта кончается, то значение указателя считается неопределенным. И такие операции, как разумнование такого указателя, являются undefined behavior. То есть это головная боль программиста за этим следить. Он всегда должен знать, указатель корректный или некорректный. И это, конечно, добавляет некоторые сложности. Поскольку вам это нужно обеспечивать как программисту на уровне всей вашей программы выполнения этого условия. А как это можно получить? Да, очень легко. Вот это вот и является сантефанинг-бищевик. Интересно, комплектатор нам что-нибудь скажет про это? Интересное предупреждение. Я бы не сказал, что здесь A используется неинсионализированно. Да, любопытно, какое нам предупреждение выдал компилятор. Ну и, как видите, значение тоже совершенно некорректное. Если бы мы переместили эту строчку вот сюда, то все бы уже было хорошо. Да, любопытно. Я ожидал все-таки более вменяемого предупреждения от компилятора. У нас может быть указатель на сложный тип. Тогда у нас добавляется еще один оператор для удобства. Пусть у нас есть такой класс. И мы откуда-то получаем указатель на объект этого класса. Как доступиться к его полям? Ну или к любым другим членам? Можно это сделать как обычно. Например, вот так. Но у нас есть чуть более удобный способ, который будет означать то же самое. Оператор стрелочка. он является полностью эквивалентным вот такой записи. То есть вместо двух операторов разименования и доступа к члену вы получаете один оператор. И оператор стрелочка можно перегрузить у класса. Как и оператор разименования, кстати. А вот оператор точка у класса перегрузить нельзя. Но про это мы еще будем говорить в какие-то моменты. Еще одно важное понятие, связанное с указателями, это нулевой указатель. Мы говорили, что один из вариантов значения указателя – это нулевое значение. Что это значит? Ну, это некоторое специальное значение, которое однозначно обозначает, что указатель ни на что не указывает. Зачем это нужно? Чтобы можно было как раз выразить эту идею отсутствия объекта, на который указатель указывает. как, например, мы изначально хотели сделать в дереве. Что нам нужно, чтобы какие-то узлы могли не иметь потомков. С указателем это можно выразить. А как оперировать значением нулевого указателя? Тут важный нюанс, что вот это у нас указатели разных типов. И, строго говоря, мы не имеем права никак их сравнивать между собой. Потому что сравнивать мы можем только значение одного типа. А это типы разные. И никого неявного приведения между этими типами не будет. Но нам хочется выразить универсальную идею нулевого указателя. При этом для каждого конкретного указателя это значение будет иметь разный тип. То есть тип конкретного указателя. Для этого у нас в языке, начиная с 11 стандарта, появился новый тип специальный, который называется nullptrt. и у этого типа есть ровно одно значение, которое связано с литералом nullptr. Это единственное допустимое значение этого типа. То есть такой тип синглитон с ровно одним значением. Не путайтесь с синглитоном из всяких ООП паттернов. Здесь я этот термин в другом смысле употребляю. Нулptr – это литерал, который является значением вот этого типа. И этот тип неявно приводится к любому указателю. То есть когда мы пишем здесь на самом деле у нас nullptr имеет тип nullptr.tm, но он здесь неявно приводится к указателю на int. И результатом является нулевое значение для данного типа указателя. То есть таким образом мы решаем проблему, что мы хотим иметь один описатель, так скажем, нулевого значения для любого указателя. И что хорошо, мы можем сравнивать. сравнивать значение произвольного указателя с nullptr. И таким образом проверять, является ли значение нашего указателя нулевым или нет. что было до 11 стандарта и что было в языке C. Был макрос null. На самом деле этот макрос традиционно раскрывался просто в литерал ноль. Этот литерал является целочисленным. Соответственно, null можно было легко использовать в арифметических выражениях. Если вы чуть-чуть ошиблись или даже просто нарвались на неудачное разрешение перегрузки функций. То есть, когда вы хотели вызвать одну функцию, которая принимает указатель, а у вас есть функция с тем же именем, которая принимает целое число, вы передаете null, и у вас вызывается функция, которая принимает целое число. Это плохо. Поэтому null не нужно использовать в современном C++. Используйте всегда nullptr. Он всем лучше, ничем не хуже. Но по-прежнему для обратной совместимости работает неявное приведение из целого числа ноль к нулевому указателю. Но не надо это использовать. Вопрос nullptr по умолчанию присваивается. Вы имеете в виду, является ли значение указателя по умолчанию нулевым? Нет. Все то же самое, как и с другими базовыми типами. По умолчанию у вас будет неинициализированное значение указателя. То есть, вы должны его пронициализировать явно, чтобы он стал нулевым. хорошо. Итак, еще раз. И да, если у вас объект указателя имеет статическое размещение, то там будет работать нулевая инициализация, которая приведет к тому, что да, он будет проинициализирован нулевым значением указателя. Это верно. Тут надо помнить про разницу в инициализации по умолчанию для статического размещения и автоматического. Еще раз повторим важное отличие указателей ссылок, потому что это правда важно. И это один из вопросов, на который, если вы не ответите, то вы не сдадите этот курс. Ссылки не являются объектами. Ссылки иммутабельны, их нельзя переназначать, то есть они инициализируются единожды и всегда ссылаются на тот объект, на который они были проинициализированы. Ссылка не может иметь нулевое значение, она не может легально не ссылаться на что-то. Вот это основные отличия. В итоге, если мы хотим сделать какое-то дерево или какую-то другую рекурсивную структуру данных, нам пригодятся указатели. Например, вот так мы это опишем и, наверное, стоит указать инициализацию по умолчанию. вот это уже имеет все те свойства, которые нам были нужны. То есть конкретный узел может иметь потомков, может не иметь потомков. Он может быть создан до того, как созданы объекты его потомков, может создан после, это абсолютно не важно, потому что с указателями мы можем управляться как угодно. Возникает вопрос, может, это нам ссылки не нужны. На самом деле ссылки были введены в языке C++, когда там уже были указатели. То есть это было осознанное добавление. Зачем нам нужны ссылки? Ну, как раз вот из-за тех их особенностей, потому что в каком-то контексте нам хочется поведения указателей, а в каком-то контексте нам хочется поведения ссылок. Ну, и вот представьте, какая-то функция, которая получает указатель. Может ли она взять и вот так просто его разыминовать? Нет, потому что абсолютно легально эту функцию вызвать с нулевым указателем, а разыминование нулевого указателя это будет undefined behavior. То есть это будет делать наш правил некорректным. Соответственно, везде, где вы указателем таким образом пользуетесь, вы должны проверять, не нулевой ли он. если бы у нас был ссылочный аргумент у функции, у нас бы такой проблемы не было, поскольку нельзя передать в качестве ссылки нулевое значение. И мы бы просто пользовались этой ссылкой и все. В обоих случаях возможно, что нам передали либо висячую ссылку, либо неопределенный указатель. Но это означает, что вызывающий код некорректен. Ну, не надо так делать просто и все. Соответственно, чтобы обеспечить корректность вот этой части программы, нам достаточно со ссылкой просто ее использовать, с указателем проверять его на нулевое значение. Ну и то, что ссылку нельзя переназначить, это тоже на самом деле может быть полезное свойство, потому что везде, где вы видите ссылку, вы знаете, что она единожды была связана с каким-то объектом и все. Это тоже полезное свойство. На самом деле, когда язык вас в чем-то ограничивает, это хорошо. Это значит, что у вас меньше пространства для ошибок, проблем и тому подобное. Поэтому ссылки были введены не зря. и везде, где вы хотите просто сослаться на какой-то объект, используйте ссылки. Там, где у вас может быть семантика, либо есть ссылка на объект, либо нет, тогда можно использовать указатель. С точки зрения затрат затрат мы не знаем как ссылки устроены, но можно ожидать что вот это такие классы А и Б имеют одинаковый размер. то есть когда нам нужно как-то все-таки разместить ссылку например в поле класса, то можно ожидать, что реализация нашего языка представит ее через указатель. Просто она предпринет определенные усилия компилятора, чтобы обеспечить прочие свойства ссылок, которые указатель не может сэминтировать. Вернемся к указателям и посмотрим бывают ли они более сложные. Ну вот самый простой вариант мы уже видели. А вот что будет? Две звездочки. Это будет означать указатель на указатель на int. То есть у нас могут быть сколько угодно многоэтажные указатели, сколько угодно уровней вот этой индирекции. и мы точно так же берем адрес одного указателя и получаем указатель на этот указатель. Хорошо. Можем ли мы здесь добавить константность и на что она будет ссылаться? Можем. Более того, в отличие от ссылок мы можем добавлять константность в разных местах. То есть со ссылками у нас было все просто. С указателями стало чуточку сложнее. И вот здесь когда у нас начинаются такие сложные указатели может быть удобным всегда записывать конст справа от того, на что он работает. Потому что конст, как вы помните, можно записывать как слева, так и справа. и пока что мы не сталкивались со случаями, когда мы увидим визуальную разницу. Вот здесь она есть. Потому что первый конст у нас как бы влияет на int, а второй конст как бы влияет на указатель. То есть этих скобок нельзя по синтаксу языка расставлять, но для удобства мы можем вот так представить. Если мы записываем конст слева, то мы это можем сделать только в первом случае, когда конст связан с int. Потому что если мы просто так запишем, то здесь конст по-прежнему влияет на int, а не на указатель. Что это значит? Когда конст применен к типу, на который указатель указывает, это значит, что указатель как объект можно модифицировать, а тот объект, на который он указывает, нельзя модифицировать через этот указатель. То есть нельзя сделать например вот так. Это будет ошибкой. Вот видите, нам табликатор пишет, что у вас только для чтения ваш объект на самом деле, на который указатель указывает. Но ничто нам не мешает сам указатель модифицировать. И про арифметику указателя мы еще поговорим. Здесь у нас будет просто предупреждение, что у нас ничего не проинициализировано было. И все. А вот если мы поставим конст здесь, то сам указатель нельзя будет модифицировать. у нас может быть константный указатель на неконстантный объект. У нас по-прежнему будет ошибка вот здесь, но не будет ошибки вот здесь. Здесь у нас ошибка, потому что у нас не проинициализированный. Он просто был проинициализированный, то все было хорошо. Ну и понятно, что когда у нас начинаются совсем уже многоэтажные указатели, то у нас может быть что-то такое. Например. И вот в такой, конечно, форме удобно записывать конст всегда справа. Тогда вы просто смотрите слева. Что стоит слева от конст? от конст стоит звездочка, значит это константный указатель. Тут тоже константный указатель. Тут тоже константный указатель. А вот тут уже константный объект типа int. Однако на практике все-таки вы не очень часто сталкиваетесь с такими многоэтажными указателями. И чаще все-таки когда речь заходит только про один уровень про ссылки или указатели, то чаще все-таки принято записывать конст слева. Вот так. Хорошо. Какие операции еще возможны над указателями? в некоторых случаях разрешены операции равенства и неравенства. Они разрешены только в рамках одного типа указателей. То есть сравнивать можно, например, указатели типа const char, но не const int и const char, их нельзя сравнивать. Значения указателя считаются равными, если они указывают на один и тот же объект, либо если оба они нулевые. Это делает нулевое значение указателя полезным. Мы можем сравнивать с ним, можем определять ситуацию, где у нас указатель нулевый, где ненулевый. Хорошо. возможно ли операция неравенства с указателями? Опять же, в некоторых контекстах они возможны. А именно, язык нам гарантирует, что если у нас есть массив, то мы имеем право ожидать выполнение, например, условия. и невыполнение вот такого условия. То есть, когда мы сравниваем между собой указатели на элементы одного массива, то у нас работают операции не только равенства, но и нера, но и как-то операторы отношения, и результат будет тем же самым, как если бы мы сравнивали индекс этих элементов. Это нам язык гарантирует. Плюс в понятие элемента массива попадает тот самый воображаемый элемент после последнего элемента. то есть десятого индекса у нас нет. Но операция по-прежнему работает. И операция сравнения на равенство и неравенство с таким элементом тоже будет работать. Что с таким элементом нельзя сделать и с указателем на такой элемент, это его разыминовывать. Это будет уже undefined behavior. Но операции сравнения будут работать. Вот любые другие сравнения указателей даже одного типа уже являются подробностями реализации. То есть мы не имеем права ожидать вот такое. оно может работать, может не работать. Это подробность реализации. И язык допускает существование платформ, на которых такое сравнение не будет работать. И результат будет, например, неожиданным или непредсказуемым. то есть за рамками объектов элементов одного массива операция отношения не работает вообще. Точнее по стандартам. Мы не можем на них полагаться. Но стандарт нам обещает, что у нас будет работать специальный компаратор std-less, который выглядит вот так. Это шаблон тип. Мы обычно с ним редко сталкиваемся в программах. Снарт нам гарантирует, что он будет работать вполне детерминированно для указателей на любых платформах. Зачем это нужно? У нас может быть какая-нибудь структура данных, которая использует сравнение меньше, чтобы как-то упорядочивать эти элементы. У нас может быть например ассоциативный массив, даже просто множество указателей. И чтобы оно работало, там внутри используется компаратор std-less для упорядочения объектов. чтобы такие структуры данных работали для указателей, стандарт нам гарантирует, что компаратор less будет работать, даже если на нашей платформе вообще нельзя сравнивать больше-меньше произвольные указатели. Что у нас еще может быть с указателями? У нас может быть без типовый указатель. Это вот такая странная вещь. К нему неявно приводятся любые другие указатели. Обратное приведение может быть только явным. И тут мы уже сами ответственны за то, что оно было бы корректно. то есть если мы попытаемся сменить тип с помощью такой операции, это будет undefined behavior. Вот здесь я сменил тип или нет? Ну, срок говорят, да, я сменил тип, однако добавление константности считается допустимым при таких приведениях между указателями. да и не только указателями. Снятие константности уже не является допустимым. То есть если бы у нас был здесь константный указатель, а я бы хотел получить из него неконстантный указатель, то это бы уже не сработало. У нас была бы ошибка, которая нам бы и говорила, что мы здесь пытаемся снять квалификатор константности, что язык нам запрещает делать. Итак, вот такая манипуляция, перенос указателя через бестиповый указатель и потом получение исходного указателя, она корректно работает только для указателя одного типа. То есть здесь я бы написал вот так вот, то что произошло? Программа бы скомпилировалась, но это был бы undefinable behavior. Так делать нельзя. в некоторых случаях так делать хочется и для этого служит оператор reinterpretcast. Однако у него очень много ограничений. То есть да, использовать его можно, но с очень большими ограничениями. и строго говоря, произвольные типы вот нельзя вот так вот приводить между собой указатели на них. Я сейчас не буду в это углубляться. Можем завтра немножко подробнее про это поговорить, если будет желание, или просто можно эти правила почитать в документации. С ним не выходя в undefined behavior сделать можно не так много чего. Хорошо. Ну, я думаю, что завтра я как минимум покажу, что с ним можно делать, раз уж мы про это заговорили. Просто сегодня я хотел рассказать еще про арифметику указателей. Пока у нас все это еще так живо в памяти. С указателями на класс есть еще определенные нюансы, связанные с приведением указателей, но про это мы еще поговорим, когда дойдем до ООП. Там это будет более наглядно. Еще возможны указатели на методы и поля классов. То есть вы можете объявить указатель на какой-то метод конкретного класса и присвоить туда значение указатель на этот метод конкретного объекта этого класса. Или то же самое сделать с полем. Но сюда мы не будем углубляться, поскольку синтаксис довольно страшный и нужно это довольно редко. Поговорим на сегодня напоследок про арифметику указателей. Что это такое? Указатели могут выступать аргументами в некоторых арифметических операциях. Вот предположим у нас есть два указателя одного типа. И естественно любые такие операции если они включают в себя два указателя то они корректны только для указателя одного типа. Указатели можно суммировать с целым числом. Из указателя можно вычитать целое число. Указатель можно вычитать из указателя если они одного типа. И также работают операции инкремента декремента. Неважно префиксные или постиксные. Вот это операции арифметические которые допустимо делать с указателями. Но опять же мы возвращаемся к понятию массива и к тому что одиночный объект считается в некоторых случаях как бы массивом из одного элемента. Вот вся эта арифметика она определяется только в терминах элементов массива. сложение указателя она эквивалентна сложению индексов массива. Как это более наглядно записать но предположим у нас есть вот такой массив. Так вот у нас может быть какой-то индекс и мы можем этот индекс сложить с целым числом. Индексы массивов целочисленные должны быть тут все будет хорошо. Мы могли бы сделать так по-другому. И вот это было бы эквивалентно строчка 7 и строчка 9. более того на самом деле операция доступа по индексу является в некотором смысле синтезическим сахаром. Это еще досталось нам как тяжелое наследие языка оси и на самом деле она записывается как на самом деле вот как мы уже видели в строчке 9. И именно поэтому можно поменять местами операнды этой операции и получить тот же самый результат. Но так делать ни в коем случае не надо. то есть можно было бы сделать вот так вот. Ну и мы получили какой-то результат поскольку у нас элементы были неинициализированы то он был произвольный. Не надо так делать ни в коем случае если не хотите сделать больно читателю вашего кода. то есть тут все просто сложение указателей целого числа транслируется фактически в сложение индексов в массиве. Если вы выходите за границей массива то вы сами виноваты это будет independent behavior если вы попытаетесь что-то потом сделать с этим указателем. Допустимо только переводить указатель на элемент после последнего и с указателем на элемент после последнего допустимо арифметика указателей а также операции сравнения если только эта арифметика не сдвигает его куда-то дальше то есть если вы получаете указатель который указывает на плюс 10 элемент после последнего это уже endofinet behavior только на один элемент после последнего можно указывать и все а где кстати может пригодиться оперирование указателем на элемент после последнего вот так мы получили указатель на четвертый элемент которого нет и можем теоретически написать вот такой код и распечатать наш массив ой-ой где-то у нас что-то пошло не так а ну конечно же я забыл с инкрементировать у нас получился бесконечный цикл вот теперь все правильно инкремент декремент это то же самое понятно что инкремент можно раскрыть в операцию сложения с целым числом и именно это происходит с вычитанием можно вычитать из указателя целое число это будет то же самое как будто бы мы вычитали из индекса элемента если мы уйдем за первый элемент раньше чем первый элемент это будет сразу же n-defined behavior то есть тут уже никакого элемента перед первым у нас уже нет воображаемого с вычитанием указателей в общем-то тоже все понятно и на самом деле это то же самое что вычитание индексов элемента массива то есть можно вычитать только указатели которые указывают на элементы одного массива все остальное это будет n-defined behavior но в принципе все это вот и есть те возможные операции вопрос про приоритеты операций то есть ну да можно писать вот так можно писать вот так а что произойдет смотрите в таблице приоритетов операций лучше так не писать ну не надо повышать нагрузку на читателя в этом случае насколько я помню приоритету разименовывания будет выше чем приоритету инкремента то есть здесь получится вот так вот мне кажется что да хотя я что-то уже засомневался может быть наоборот в общем не надо так делать помнить всю таблицу приоритетов обычно не нужно лучше расставлять скобки всем будет легче от этого ну да возможно на самом деле да я вот что-то тут подумал что кажется мне что здесь вот так вот скобки расставятся то есть все-таки к указателю будет променен инкремент разименовывания к исходному его значению хорошо у нас на сегодня время вышло в общем-то мы рассмотрели практически все про указатели что я хотел сказать арифметика указатель нам еще пригодится когда мы дойдем до итераторов поскольку вот эта модель для итераторов повторяется хоть они не являются указателями ну вот можно было бы еще сказать про полиморфизм в стиле языка оси и зачем могут пригодиться без типовые указатели но может быть я это завтра вкратце схожу и вкратце немножко скажу про рейнтерпредкаст и как его можно корректно использовать зачем но на сегодня давайте закончим если у вас какие-то вопросы ну вроде вопросов нет ну тогда спасибо за внимание и до завтра до